Друзья, всем привет! С вами Design Studio Lash и сегодня я поделюсь с вами основными правилами успешного проектирования кухни, которыми пользуются все дизайнеры нашей студии. В понятие «успешный» я вкладываю четыре основных аспекта. Первое – это бюджет. Это не означает, что ваша кухня должна быть дешевой. Это означает, что вы должны потратить на свою кухню ровно столько денег, сколько было запланировано. Второе – это эргономика. Кухня должна быть удобной, то есть когда вы ей пользуетесь, вы ее практически не замечаете. Все интуитивно и понятно, как в дорогом автомобиле. Следующий аспект – это функциональность. Ваша кухня не должна быть просто набором дорогих деревяшек. Кухня должна быть рабочей, все должно быть под рукой, удобно и функционально. Ну и, конечно же, эстетика. Кухня не должна потерять актуальность в ближайшие 5-10 лет, должна радовать вас своим внешним видом и дарить радость. Лэш. Реализуемые дизайн-проекты. Прежде чем отправляться в поход по салонам города в поисках кухни, я рекомендую вам обратиться к услугам профессионального дизайнера, который поможет вам определиться с планировкой кухни, ее функциональным наполнением, исходя из вашего бюджета, ваших пожеланий, ваших вкусовых предпочтений. Поверьте мне на слово, никто, кроме профессионального дизайнера интерьера, не сможет для вас это сделать лучше. Самым правильным решением при планировании кухни является такое, при котором хозяйка во время приготовления пищи будет ходить по кухне как можно меньше. Вы можете не поверить, но британские ученые доказали, что во время приготовления пищи за всю свою жизнь хозяйка наматывает расстояние до луны и обратно. Располагать зоны, зону мойки, зону готовки, зону хранения продуктов следует таким образом, чтобы они были как можно ближе друг к другу. Но и следует учитывать, что не стоит забывать и о буферных зонах. Это придаст вам еще больший комфорт во время приготовления пищи. Процесс приготовления пищи сопровождается такими явлениями, как жир, влага, запахи. Поэтому при выборе материалов предпочтение следует отдавать практичности. Если рассматривать соотношение цена-качество, то наиболее подходящим материалом для оформления фасадов является пластик. Он абсолютно гигроскопичен, легко моется и сейчас существует огромный выбор всевозможных расцветок, фактур для данного материала. При выборе столешницы мое предпочтение отдается искусственному камню. Есть много разных вариантов, из которых можно сделать столешницу, но опять же таки, если рассматривать соотношение цена-качество, то я бы остановился именно на искусственном камне. Для кухонного фартука я рекомендую использовать такие материалы, как стекло, сталь, либо делать кухонный фартук из того же материала, что и столешница. Я не рекомендую делать кафельную плитку или керамогранит лишь по той причине, что они имеют швы. А швы со временем от влаги будут темнеть, впитывать жир и через какое-то время все это перестанет выглядеть так красиво, как было в самом начале. Кстати, мы заботимся о вашем удобстве даже тогда, когда вы еще не стали нашими клиентами. И поэтому специально для вашего комфорта мы сделали конспект этого видео и разместили его у нас на сайте. Ссылка будет внизу в описании, где вы сможете скачать этот конспект, чтобы ничего не забыть при выборе кухни своей мечты. Представьте себе ситуацию. Вы занимаетесь домашними делами, по хозяйству, на кухне что-то готовите, одновременно с этим моете посуду, что-то порезали, вам нужно выкинуть это в мусор, открыли дверцу шкафчика, что-то достали, нагнулись, чтобы что-то выкинуть в мусор или достать, встаете и в этот момент ударяетесь головой об открытую дверцу шкафчика. Такая ситуация наверняка была со многими нашими зрителями и возможно даже не один раз. И поэтому мы рекомендуем использовать горизонтальное открывание верхних шкафчиков. Такое открывание, оно более комфортное и, как правило, верхние шкафчики делают в два ряда. И поэтому в этом случае идеальным вариантом будет, когда открывание происходит сразу двух шкафчиков. Такая система открывания позволит с комфортом пользоваться кухней даже миниатюрной хозяйке. Если у вас есть посудомоечная машина и вы готовите не слишком много и не слишком часто, то для вас идеальным вариантом будет небольшая мойка на одну чашу без крыла. Крыло давно потеряло свою функциональную необходимость и сейчас объясню почему. Чистую посуду вы достаете из посудомоечной машины и сразу же ставите ее в места хранения посуды. Если же вам необходимо сполоснуть чашку, из-за которой из одной чашки вы не будете заводить посудомойку, то также вы ее сразу ставите в сушилку, которая будет расположена в верхних шкафчиках вашей кухни. Поэтому отсутствие крыла даст вам дополнительные 40-60 см рабочего пространства, что более актуально, нежели посуда, которая вечно лежит на этом крыле и сохнет. Если же вы домохозяйка, которая очень много времени проводит на кухне, которая очень много готовит, большая семья, все любят покушать, то для вас хорошим вариантом будет двойная мойка на две чаши, но опять же таки без крыла. И я уже объяснял почему. Что дает вам дополнительная вторая мойка? Она дает вам возможность во время приготовления пищи грязную посуду складывать сразу же в чашу мойки, тем самым вы освобождаете себе место на рабочем столе. Сами же мойки я рекомендую выбирать стальные. Сталь это менее прихотливый материал, нежели искусственный камень. Ее можно мыть практически любыми моющими средствами, не требует никаких специальных моющих средств. Не впитывает в себя жир, запахи и не поменяет цвет, допустим, как искусственный камень от таких блюд, которые содержат активные красящие вещества, такие как соус карри. Субтитры сделал DimaTorzok Также я рекомендую использовать такие мойки, которые имеют систему, когда они встраиваются снизу. То есть не накладная. Это позволяет избежать скопления жира, неприятных запахов вместо стыка непосредственно мойки и столешни. Продолжение следует... Продолжение следует...